Сегодня мы готовим овощное рагу из овощей, выращенных в нашем саду. Вот это лук-порей, великолепный, вызревший. Мы сажали его тоненькими ниточками. И вот теперь он спелый, мощный, красивый. Сегодня мы будем готовить с ним диетическое блюдо. Вот он наш красавчик, лук-порей. Мы его вымыли, подрезали все ненужное. Теперь нужно отрезать зеленые листья, которые не идут в ход. Хотя, если вы попробуете, они очень вкусные. И в измельченном виде можно ими присыпать селедочку. А мы посыпем сверху наше блюдо. Кроме порея, у нас в ход пойдет выращенный нами портулак. Это очень интересный корешок, похожий на петрушку, но более ароматный и более мягкий. Также наша морковь. Все овощи только что с грядочки. Поэтому мы не будем предварительно их отваривать. А сразу положим в блюдо для того, чтобы запекать. Также мы будем использовать помидорчики. Вот они с нашего огорода. Ну и несколько специй мы добавим для вкуса. В прянах это имбирь и чили. Острый чили. Режем пополам стебельки порея вдоль. Это поможет ему запечься быстрее. И попитаться всеми ароматами дополнительных трав. Вот порей готов. Теперь порежем портулак. Мы любим резать морковь. И овощи, схожие с ней по форме, монетками. Морковь. Можно сделать овалы для красоты, чтобы все наши овощи были разные. Итак, все наши овощи порезаны. Теперь мы можем выложить их в керамическую посуду. Залить кокосовым молоком. Посыпать специями. Сверху присыпать сыром или брынзой. А можно напополам использовать сыр и брынзу. И запекать в духовке. Мы используем для запекания прочную посуду. Которую мы аккуратно и очень красиво выложим в наш порей. И остальные овощи. В данном случае это портулак. Морковь. Помидоры. И приправа из жгучего чили перчика. Имбиря. Лаврового листа. Ну и конечно соль, перец по вкусу. А зальем все это кокосовым молоком. Сверху можно посыпать верхушечками, оставшимися от лука порея. И сельдереем, как раз созревшим осенью и готовым к употреблению с вашего огорода. Заливаем нашу заготовку кокосовым молоком из пакетика. Сверху посыпаем брынзой для тех, кто любит более острые блюда. И можно присыпать сыром. Если это будет напополам сыр и брынза, я думаю, будет еще вкуснее. Вот наше блюдо готово к запеканию. Можно украсить сверху колечками стручкового перца. Вот наш будущий ужин томится в духовом шкафу. Здесь его можно пребывать минут 15. Итак, наше роскошное рагу из осенних овощей готово. Вкушайте и наслаждайтесь этим диетическим ужином. Подробности на сайте экзотика стиль жизни.